Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша серия короткая и актуальная кашути. Сегодня мы продолжим небольшую тематику, под тематику нашей серии о живности и о червях. Точнее, мы будем сегодня говорить больше о том продукции, в которой нет червей. Или которая идет, скажем так, под маркой лоха шаштулаин. То есть, в ней нету никакого подозрения, что там есть живность. Есть такая продукция. Это мы глобально поговорим о еде, о зелени и так далее. И кроме этого, мы также затронем вопрос, насколько нам нужно с ума сходить, проверяя червей. Насколько мы должны оберегаться от червей. Сделать все, чтобы ни в коем случае нам червей как-то не пали в нашу еду, так или иначе. Ну, сейчас разберемся. Начнем с того, что в Израиле есть такой патент. Есть такой патент, когда выращивают зелень, овощи всевозможные без червей. Делают специальными теплицами, специальными видами производства и так далее. Это называется лоха шаштулаин. Эта продукция продается. Есть замороженные продукты, есть в Америке такие тоже вещи, которые делают. Допустим, цветной капусты, есть брокколи и так далее. Но это не все. Есть еще один очень интересный момент, который в Израиле существует, во всяком случае. Не знаю, что происходит в других странах. Есть, скажем так, новый, новостарый уже, прошло некоторое количество времени, патент. То, что называется для суки, для сукота. Дело в том, что мы делаем с хах, крышу суки. Она должна быть из растительных вещей, из растительности всевозможной. Используют всевозможные тростниковые или бамбуковые палки и так далее. И там бывает, когда их хранят, заводятся, сможет, жучки, всякая жирность и так далее. И вот в Израиле появился патент, продают вот такую вот крышу с хах для суки с патентом, что там не найдется никогда, никогда не заведется ни один червячок, ни один жучок. Зачем это сделали? Зачем это вообще надо? Сух с хах-то не ем. Ответ очень простой. Когда, если там в этом с хахе заведутся жучки или любая жирность, когда вы ее будете держать в своем складе, и когда вы будете сидеть потом, раскроете этот с хах на вашей суке, будете сидеть, есть вашу трапезу, то жучок может, который там завелся, упасть в ваш суп, который вы едите. И вы нечаянно его съедите. То есть вот поэтому, скажем так, сделает этот с хах без опасности живности. И тут поднимается вопрос, который мы уже подняли в самом начале, который мы хотели разобрать, насколько мы должны сходить с ума, проверяя от жуков или от всякой живности, насколько мы должны скульпулезно подходить вообще к проверке, а также охране или предосторожности наших самих от жуков или всякой живности, или всякие червей и так далее, которые могут попасть в ту еду, в которую мы едим. Давайте разберемся. С точки зрения буквы закона, по закону, только те овощи, фрукты, зелень и так далее, которые имеют статус ухзак бытулаим, то, что мы уже объясняли, то есть, что у него в этом виде, да, находятся черви в определенном количестве, и поэтому есть опасения, что мы там встретимся с живностью. Только их надо проверять серьезно, скрупулезно, чтобы в нем не находилось никакой живности, то есть, после этого только есть. В Аллахе не существует никакой обязанности как-то отдаляться или что-то делать с вещами, которые мы вообще не едим, но они могут быть, могут принести нам в нашу еду червей. Нет Аллахе такого обязанности, то есть, вот к этому не приближаясь или проверяясь. Не существует такой. В прошлом еврейский народ что делал? Когда они, то есть, когда хотели съесть то или иной фрукт, овощ, зелень, если этот предмет, то есть, этот овощ, этот фрукт, это сельская, скажем так, хозяйственная продукция, из тех видов, которые, да, подвержены появлению червяков и всевозможной живности, их проверяли. Как их проверяли? По определенным способам, подходящим для их проверки, так называемых. То есть, каждая вещь проверяется по-своему. Яблоко смотрит, чтобы не было дырочек, там и так далее, и так далее. Зелень нужно делать по-другому. Например, Махон Тураве Арест, институт, который занимается всевозможными сельскохозяйственными галахо, то есть, законами сельскохозяйственным, земля Израиля не только, но в основном земля Израиля, они проверили и увидели, что в большей части, скажем так, зелени или продукции сельскохозяйственной, которая, скажем так, листьевая, в которой мы едим всякие салаты и так далее, достаточно помыть эти листы в воде с мылом и после этого хорошо их вытереть таким образом, когда мы каждый отдельный листочек вытираем, то таким образом мы смываем и убираем всю жидность всех червяков, которые на них находятся. Сегодня, как я уже упоминал, есть новая система, новая целая, вот скажем так, целый концерн в каком-то смысле, много-много даже уже фирм появилось, которые производят всевозможные овощи или зелень без червей, без жидности. И таким образом не освобождают, в принципе, домохозяйку от того, чтобы она вкладывала огромные усилия при приготовке еды и не должна была вычищать каждый листик зелени от всевозможной жидности или от червей, прежде чем она используется в еду. Вот, это что существует. Теперь, у нас вопрос, как мы сказали, насколько мы должны прикладывать усилия и тем более нужно ли вообще вот эту продукцию без червей проверять. Есть люди, которые проверяют продукцию без червей, тоже пытаются проверять, тоже замачивают ее в воде с мылом или с уксусом и потом промывают. Нужно ли это делать? Есть очень интересная вещь, есть ответ Рава Шлома Зальмана Орбаха в Минхад Шлома. И там он устанавливает на Алух очень интересную вещь. Он говорит, что когда нам даже непонятно, хорошо ли проверили эти овощи, то мы можем полагаться на эту не очень может быть хорошую проверку. То есть, даже если мы точно не знаем, проверили или нет, но достаточно того, чтобы мы знаем, что как-то проверили, насколько хорошо мы не знаем, можно положиться на эту проверку. Почему? Как он это решил? Орбах базируется на двух подходах галахических, которые не приняты на галаху глобально, но он их использует в случае, когда уже и так проверка была, когда и так уже что-то было сделано или не нужно, в принципе, поедение должно быть с червяком, мы можем положиться еще на эти два мнения, которые приводят Рава Орбах, и таким образом не заставлять никому ничего проверять. Первый подход, то подход, который говорит. Он считает так, что червь не является то, что называется брия, то есть бирья. Брия. Что такое брия? То есть, в принципе, есть галахия закон, запрет, который говорит, что живность, то есть маленькая вещь, брия, она не аннулируется вообще никогда по причине того, что у нее есть важность сама по себе. Это даже если в ней нет размера кизайта. Кизайта это признать как спичечный коробок. Такого размера нет, обычно все запреты запрещены, когда у них есть размер кизайта, к минимуму, то есть, в принципе, со спичечным коробком. Брия из-за того, что у нее важность, это живность, то она даже очень маленькая уже запрещена, если мы увидим. Так вот, говорит Кавтор ВПР-ах, это не относится к червям. Он объясняет, почему. Сейчас объясню. Поэтому, если нет в еде червяков или червя на размер козаи, то есть со спичечным коробком, а это нереально, чтобы это было, то есть, очень хорошо и сильно видно, то есть, невозможно, чтобы в этой зелени, то есть, на которой ты не видишь по еде этих червей, там будет козаи. Так не бывает. И таким образом, то есть, получается, что только если козаи, тогда будет запрещено. До козаи, до этого размера, запрета не будет. Кавтор, во-первых, объясняет, почему это так. Он говорит, что дело в том, что только живность, которая запрещена с ее появлением на этот свет, с самого момента, когда она появилась, она будет считаться брия, которая не аннулируется. О, но здесь очень интересная вещь. Мы уже об этом говорили. Мы говорили, что дело в том, что запрет брия, то есть, распространяется только на том, что уже вылезло на свет и как бы ползало по земле, назовем это так. Черви, которые еще находятся внутри фруктов, овощей, зелени и так далее, они еще не вышли, это то, что называется, в мир. Они еще не вышли на землю, назовем это так. Таким образом, они еще не попали под запрет брия, и они еще, как все остальные запреты, кизают космичный коробок, и не более того. По этой причине, то есть, нету этого, то есть, да, нету размера сказать, нет запрета. Это одно подход, который берет Шилла Равшилла Мазальма Норбах для того, чтобы положиться на него в нашем случае. Более того, добавляет Равшилла Мазальма Норбах и говорит еще одно. Он говорит, дело в том, что когда мы едим овощи или фрукты, или зелень, которые у нас, это, это из тех видов, которые, да, там водятся червяки в больших количествах, относительно, обычно в этом виде есть червяки, когда называется мухзак, то все равно нет в этом запрета, если мы не проверим глобально. По причинам, почему? Потому что это метасек. Что такое метасек? Метасек, когда человек хочет делать действие, не подразумевая другое действие и параллельно нечаянно делает и другое действие. Хотя изначально вообще в голове это действие не держит. То есть, например, в нашем случае человек собирается есть зелень, есть овощи, он не собирается есть червей, они ему не нужны. Более того, он даже не видит, он даже не знает, что он съел. Таким образом, если он ест зелень, не знает, что он съел червей, он метасек. Метасек, по мнению Рэбхайма Избриска, Рэбхайма Олега Соловейчика, в этом даже нет массы Аберат. В этом нет даже действия запрещенного. Правда, Рэбхай Кива Игорь считает, что есть в этом запрещенное действие, но это отдельный вопрос. В любом случае, берет Рэбх, это два этих подхода, то есть соединяет их вместе и говорит, что этих двух подходов достаточно нам положиться на них, когда у нас есть вещь, которая глобально проверена, может быть не очень хорошо, но проверена, для того, чтобы больше это не проверить. Таким образом, те вещи, которые у нас идут с печатью, то есть без опасения, что там есть живность, нам не надо их уже мыть, нам не нужно их замачивать уже в мыле, базируясь на том, что мы выучили. Мы можем просто их обмыть под водой, от грязи, от всего, и этого достаточно. И больше ничего не надо с ними делать, то есть облегчает процесс. Более того, мы учим из этих законов, что если есть вещь, которую мы вообще не знаем, будет ли там червей или не будут там червей, более того, вещь, которую мы вообще не едим и которая, может быть, так или иначе принесет нам червей, мы это запрещать не будем и нет никакого обязанности проверять, чтобы там червей не было и как-то от этого защищаться. Это то, что выходит с того, что мы сказали сегодня. Не так подведем итог. Выходит на голову, что вещи, то есть та продукция, на которой стоит ле лоха ша штула им, то есть, да, в принципе, без опасения, что там есть живность, не надо проверять. Их можно просто помыть, то есть под водой, то есть, да, для чистоты, и все. Не надо их замачивать ни в чем, ни в каких мыльной воде, ничего. Те вещи, которые мы вообще не едим и, может быть, приведут к нам червей, так или иначе, нашу тарелку странными способами, тоже не надо ничего проверять и ничего искать, чтобы там не было червей. То есть, мы не обязаны выходить дальше требования галахии. То же самое в тех вещах, которые не являются мукзак, бетулей, потому что мы знаем, что у них бывают черви, мы не обязаны их проверять. С точки зрения галахии, тот, кто хочет устрожить, он может устрожить и делать то, что, но, в принципе, если он видит, что кто-то облегчает, пусть он знает, что этот человек ничего не нарушает. Он идет по букве закона, как установлено у наших галахических авторитетов. На этом все. До новых встреч!